Нашел отличное решение как для себя, так и для вас. Предлагаю вам от компании Tenorshare iBoot отличное программное обеспечение, которое поможет вам исправить различные баги, системные баги ваших iOS девайсов. Посмотрите видео до конца и вы поймете, о чем идет речь. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Так, друзья, ситуация в том, что если ваше устройство зависло на логотипе Яблоки, на шнурке iTunes, замороженный кран вы не можете ни отключить, ни выключить. Если вы пытались восстановить или обновить прошивку, у вас выскочила ошибка iTunes 4013, либо 4005. Программное обеспечение поможет вам решить данную ситуацию, выйти из таких неловких моментов. И давайте я же вам подробнее покажу и продемонстрирую, как это в принципе в целом все работает. Опять хочу вас порадовать данным программным обеспечением от компании Tenorshare iBoot. Это действительно классная программа, которая поможет нам решить многие системные проблемы с iPhone или iPad. Что нам здесь говорится? Revolve No.1, это на Recovery Mode 2, бесплатное программное обеспечение для восстановления бета-системы iOS 15 и не только. Это первое щелкнет, чтобы войти или выйти с режима восстановления. Восстановление 150 системных проблем iOS, iPadOS, tvOS, таких как застрявших на логотипе Apple экран, не включается, там режим восстановления и так далее. Сброс iPhone, iPad, iPod Touch без iTunes и Finder Neo. Исправление ошибок iPhone, iTunes, какие? Такие как 4013, 4005, простыми щелчками мыши. То есть, как понимаете, когда вы восстанавливаете iPhone через iTunes или пытаетесь какие-то процедуры сделать, и вот эти вот ошибки выбивают. Это у нас решение. Поддержка всех версий устройств iOS, включая поддержку бета-версии iOS 15 с моделями iPhone 12. То есть, вы здесь можете прекрасно ознакомиться с данным программным обеспечением, доступно как для Windows, так и для macOS. Все ссылки будут закреплены в комментарии в описании под видео. Давайте же откроем наше данное приложение и сможем уже прекрасно ознакомиться и понять, как это в принципе работает. Вот наше программное обеспечение. Давайте посмотрим то, что у нас есть обычный функционал, то есть связь с техподдержкой. Все настройки, которые есть, мы можем войти в режим восстановления, так само быстро выйти, выйти с режима восстановления, не нужно нам зажимать никаких клавиш, все быстренько, понятно. Если же хотите, вот у нас есть на каждое устройство, как это все в принципе делается. Вот, давайте же мы с вами начнем все-таки наш ремонт системы iOS, с которыми мы столкнулись, с которыми мы объясняли. Есть стандартный ремонт и глубокий ремонт. Глубокий ремонт подразумевается будет тогда, когда ваша система подверглась каким-либо угрозам, проблемам с модемом, то есть эти ошибки, о которых я говорил, 4000, 13 и 4005. Это как раз касается глубокой очистки. То, что у нас касается обычной очистки, это просто, если у вас какие-то баги с iOS, как-то неправильно работает, нагрев аккумулятор, либо завис на экране, на яблоке, замороженный экран, либо в режиме восстановления, не имеет значения. Мы выбираем либо тот, либо тот пункт, но я уже вам объяснил. Глубокая очистка касается именно конкретно ошибки iTunes, это ближе к модему. Вот, сейчас мы подключим наше устройство, чтобы вы понимали, действительно это работает. Без телефона демонстрацию не покажешь. Поэтому я подключаю устройство. У нас сейчас пойдет установка драйверов для того, чтобы программа распознала устройство, приняла дальнейшему становлению программного обеспечения, исправления ошибок. Вот, у нас определился iPhone 6 и сейчас мы можем войти в режим восстановления. Сейчас устройство у нас определится и будет после загрузки всех нужных драйверов, мы продолжим нашу работу. Так вот, ребята, успешное завершение нашей системы. Вот, все драйвера установлены, все, можно начинать. То есть, начинаем, выбираем у нас, я уже объяснил, глубокая очистка касается именно ошибки iTunes, которые я называл ранее. И сейчас мы приступим к стандартному ремонту. Вот, у нас накатится прошивочка, можем выбрать путь или уже он определится автоматически. Нажимаем скачать. То есть, в данный момент у нас скачивается прошивочка. Как только прошивка дойдет к завершению, я продолжу вам объяснять, что делать дальше, какой будет процесс. Итак, вот наша прошивочка уже скачалась. Сейчас идет распаковка данной версии прошивки. Она проверяется, конечно же, компанией Apple, чтобы она была официальная, без каких-либо багов. И мы сможем уже накатывать на наш iOS устройство. Вот, когда у нас дошло до 100%, сейчас у нас уже идет ремонт системы. То есть, накатывается прошивка, после этого мы получаем чистенькое устройство. У нас накатилась прошивка, все, у нас идут поздравления, мы получаем наше новое устройство, можем его активировать и полностью использовать. Никаких нареканий у нас не будет. Если вам понравилось видео, друзья, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Больше, дальше, скоро увидимся.